Прежде чем прийти к управленческим инструментам, сначала нужно разобраться в их границах применимости. Сейчас мы изучим модель Kinevin, которая довольно явно показывает, где какие модели, фреймворки и подходы к управлению применимы хорошо, а где они порождают дисфункции и проблемы. Сейчас на экране вы видите модель Kinevin. Разбор этой модели мы начнем с квадрата очевидных систем. Что такое очевидная система? Очевидная система – это та система, где причинно-следственные связи ясны, понятны и очень просты к пониманию. Допустим, мы управляем процессом производства бургеров в Макдональдсе. Это очевидный процесс, который довольно зарегламентирован, и мы ожидаем производства понятного продукта с четкими критериями качества. Другой пример – это работа почтового отделения. Мы можем с довольно быстрой скоростью обучить любого сотрудника нового, который будет работать в этом почтовом отделении, потому что объявления работают по явным правилам, которые достаточно простые. Необходимо просто категоризировать и действовать в соответствии с полученной информацией, с полученным типом сообщений. Какие управленческие практики относятся к очевидным системам? Очевидность системы – это место, в котором процветает культура контроля. Что правильно, потому что по факту в очевидных системах, в очевидных процессах работают люди, труд которых по факту просто еще не был автоматизирован. Мы можем включить такие инструменты, как выстраивание автоматизированных бизнес-процессов, какую-то полуавтоматизацию. Желательно максимально исключить необходимость в ручном труде и возможность ошибки. В этих системах допустимо использовать любые инструменты контроля, которые позволят максимально сократить издержки, связанные с этим процессом. Следующий тип систем – это сложные системы. Сложные системы отличаются от простых тем, что причинно-следственные связи в них не очевидны и скрыты в головах экспертов. Если человека с улицы мы можем научить делать бургеры и сортировать письма, то в сложных системах мы не можем найти человека с улицы, который спроектирует здание. Мы не можем найти людей с улицы, которые сделают анализ почвы. Мы не можем найти людей с улицы, которые выполнят сложные инженерные работы. Действие в этих системах обычно связано с небольшим количеством неопределенностей, которые в ней присутствуют. Когда мы строим здание, мы хотим быть уверены, что оно построится, и построится именно таким, как мы его спроектировали. Какие управленческие практики применимы в сложных системах? Так как в сложных системах знания скрыты в головах экспертов, мы не можем уже заниматься автоматизацией их труда. Большая часть работы делается экспертами в сложных системах. И поэтому наша задача сделать так, чтобы мы, как управленцы, проследили, чтобы их работа была выполнена с нужными критериями качества. По факту, это модификация очевидной системы, но с поправкой на то, что работа включает в себя сложность, связанная с небольшим количеством неопределенностей и сложностью с тем, что нужно найти людей, которые знают, как выполнить работу правильно и действительно ее выполнят. Здесь отлично работает проектное управление, визуализация любого вида, которое позволит отслеживать ход выполнения проекта. И здесь же уже появляется необходимость в обеспечении подходящих условий труда. В Макдональдсе, либо в почтовом отделении, в принципе, нам может быть относительно по барабану, в каком условии находится человек, который выполняет очевидную работу. И здесь же появляется необходимость заботиться о людях. В очевидной системе нам, в принципе, по барабану, в каких условиях находится человек, который выполняет очевидную работу. понятное дело макдональдсе там все должно быть чисто в почтом отделении не факт и в целом мы можем особо сильно не заботиться о людях и платить минимальную зарплату сложной системе потери эксперта она грозит отодвиганием проекта его сроков срывом сроков и дополнительными каким-то финансовыми потерями которые вы можете понести если от вас необходимые люди которые нужны для выполнения проекта от вас уйдут сложные и очевидные системы это система в которых очень мало неопределенности следующая система запутанная от них кардинально отличается отличается над тем что в отличие от сложной либо очевидной системы где нам понятно что делать запутанной системе у нас нет никаких причинно-следственных связей которые мы могли бы узнать которых мы мог на которой мы могли бы опираться они скрыты и неизвестны к примеру что если я вам скажу что вам нужно за три месяца запустить новый бизнес который будет экономически успешен важный нюанс нет человека в мире эксперта который может сказать что конкретно нужно сделать и у вас со стопроцентной вероятностью это получится как постройка моста создание любого вида инновации привлечение первых клиентов поиск способа каким образом можно сократить издержку либо повысить маржинальность мы можем найти эксперта которые дадут нам совет но мы не можем найти человека который точно знает как из пункта а прийти в пункт б в очевидной системе дорога из пункта а в пункт б она прямая сложной системе это извилистые тропы по которой нас может провести гид следующая система хаотичная она отличается от запутной системы тем что в запутной системе у нас есть хоть какие-то первые данные к примеру у нас есть динамика продаж статистика по конверсии за последние два месяца из какого-либо канала мы запускаем эксперимент и показываем на промежутке следующих двух месяцев что какая-то наша идея дает результат лучше чем деятельность за предыдущий период мы точно поняли что мы сделали правильную вещь либо если мы ошиблись мы точно поймем что мы сделали что-то неправильно хаотичность системе таких данных у нас нет в принципе мы действуем совершенно вслепую потому что у нас нет никакого понимания а как правильно нет никакого понимания а вот те данные те результаты которые мы получили они плохие хорошей либо отличные так как у нас нет никакого понимания как правильно то хаотичной системе мы начинаем просто действовать мы начинаем делать максимальное количество вещей которые в принципе мы можем делать чтобы получить первые данные запутанные системы это система в которых обычно мы действуем экспериментами мы запускаем об тесты мы поговорим про это мы действуем итерации мы тоже про это поговорим вот здесь в хаотичных системах в запутанных системах там где много неопределенности именно в запутанных системах и в хаотичных где очень много неопределенности отлично работают гибкие модели к управлению почему потому что они позволяют максимально быстро вам понять когда вы идете правильным путем а где вы сворачиваете не туда где вы действительно повышаете продажи где вы повышаете 1 повторной продажи где вы снижаете издержки а где у вас нет никаких результатов как вы думаете что будет если мы захотим применить практике очевидных систем запутанных к примеру если мы хотим выстроить автоматизацию процесса генерации экспериментов что это значит это значит что делайте не менее пяти экспериментов в неделю либо не менее 10 экспериментов в месяц вы получите выполнить 10 10 экспериментов вы получите выполненных 5 экспериментов либо в разработке по у вас не должно быть дефектов либо у вас должно быть такое-то количество дефектов либо вас должно быть столько то строчек кода сотрудники выполнят необходимые кипя и они выполнят поставленную задачу вопрос в том чем вы заплатите обычно в запутанной системе мы должны максимально быстро накапливать знания о продукте и где лежат деньги в случае если мы начинаем выстраивать процесс контроля это означает том что сотрудники будут сфокусированы на том чтобы накопить знание понять где лежат деньги а на том чтобы выполнить ваше подписание что будет если мы применим практике сложных систем запутанных мы найдем много экспертов для того чтобы они сделали какой-то сложный проект но этот проект будет отличаться тем что мы самого начала не будем точно знать что должно получиться в результате мы получим какой-то результат который нас не устраивает причем если мы будем действовать так как будто мы находимся сложной системе это значит что мы захотим получить результат один раз самом конце очевидно такие практики работают плохо именно поэтому здесь вступают agile я я я я я я я я Продолжение следует...